Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование посланий святого апостола Павла к римлянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня рассмотрим 16 главу. Представляю вам Фиву, сестру нашу, деканису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашней их церкви. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахая для Христа. Приветствуйте Мариам, который трудно, много трудилось, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Адронника и Июнию, сродников моих и узников, со мною, прославившись между апостолами и прежде меня, уже уверовавших во Христа. Приветствуйте Ампле, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахе, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Арестовулова. Приветствуйте Иродиана, сродника моего. Приветствуйте из домашних, Наркиса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся в Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась в Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе. И матери его приветствуйте Асенкрита, Флейгонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними. Приветствуйте филолога Юлию, Нирия и сестру его, и Олимпана и всех святых с ними. Приветствуйте друг друга слованием святым. Мы видим, что здесь идет целый перечень имен. Очень многие исследователи Библии не любят читать вот эти приветствия так же, как и не любят читать часто родословную Христа. Почему? А потому что, в общем-то, имена незнакомые бывают многим, кто невнимательно исследует Ветхий Завет. И в этом смысле становится скучным. Эти имена ничего не говорят. И людям скучно для прочтения. Почему так бывает? Ну, например, если мы говорим о ком-то, скажем, мы говорим вот тот и тот наш, предположим, одноклассник. И сразу у нас образ этого одноклассника, сразу мы начинаем вспоминать, что он делал, что он говорил. Или говорим, а вот этот человек, который нам знаком, например, с вами, с собеседником, и тоже сразу образ этого человека, где он родился, кто были его родители, чем он занимался. То есть у нас есть, что называется, предмет для разговора. Когда мы читаем эти имена, если мы незнакомы с жития святых, которые церковь свято хранит, а здесь в основном имена — это 70 апостолов. Это тех людей, которые впоследствии стали апостолами 70-христовыми, христовоучениками. И в большинстве из них, да почти все из этих апостолов были епископами того или иного города, которых назначали иногда сами и апостолы. Например, апостол Андрей, апостол Петр, нескольких из них назначали епископами особых городов. Но в этом списке, который сейчас мы с вами рассмотрели, так прочитали, вернее, кратко, также есть имена и женщин. И для нас это бывает удивительно. Но скажу так, что у отцов церкви встречается, что список этих 70 апостолов встречается иногда 72 имени, где прибавляются даже имена и женщин. То есть, как и у нас есть в жития святых, мы знаем, есть равноапостольная Нина, просветительница Грузии, есть великая равноапостольная княгиня Ольга, бабка князя Владимира. И здесь мы встречаем эти имена Фива, например, Диакониса и Юния. И также встречается имя Юлия. Они известны, кто они были такие. Вот Андроник и Юния, они были сродники, как пишет об них апостол Павел. Вот Андроник впоследствии был епископом, а Юния была его сподвижницей. Они вместе проповедовали среди язычников. А как мы видим, с чего начинается, с какого имени апостол, это именно Фива, сестра Диакониса, церкви Кенхрейской. Вот что пишет святитель Иоанн Златоуст. «Посмотри, какую честь воздал ей апостол, упомянул ее прежде всех и назвал сестрою. А это не мало называться сестрою Павла. Сказал также и о должности ее Диакониса». Конец цитаты. И вот еще Феодорик Кирский пишет. «Они, как говорят, утвердили о полосах вере здесь, о Акелии Прискили, и Павел называет их сотрудниками, потому что они помогали ему на поприще учения, на котором он и сам трудился. Павел называет Прискилу, и Приску в книгах встречаются обе формы, и Акилу сотрудниками, и добавляет во Христе Иисусе, чтобы кто не подумал, будто он имел в виду их общее ремесло, изготовление палаток». И вот у свидетеля Иоанна Златоуста также есть, когда он возглавляет их домашнюю церковь, он также пишет. «Здесь Павел намекает на их гостеприимство, денежную помощь, и восхищается тем, что они и кровь свою пролили, и состояние отдали всем в общее владение. Отметь доблестных женщин, пишет свидетель Иоанн Златоуст, которым природа ничем не помешала на пути добродетели. И вполне понятно, ведь во Христе Иисусе нет ни мужеского, ни женского пола». И далее мы видим имена Ахаи, Асии. Да, кто так, вернее, сказано о Епинете, как он начаток Ахаи. Ахаи — это местность определенная в Азии. Этим апостол показывает, что Епинет или опередил всех прочих и уверовал, что его немало похвала, или что он проявляет больше, чем другие благоговения, поэтому сказав, который начаток Ахаи, и далее добавил во Христе. Также из этой местности были из Ахаи и Стефан, да, домашняя, когда апостол Павел пишет о домашней церкви, это в посланиях к Коринфянам, 16 глава, 15 стих, первое послание апостола Павла к Коринфянам. Также употребляется имя Мариам, 16 глава, 6 стих, похвала женщинам. Вот что пишет свидетель Иоанн Златоуст, уже интересно цитата. Что это? Опять женщина венчается и восхваляется, а мы, мужчины, опять как бы пристыжены? Или, скорее, мы не только пристыжены, но и почтенны? Почтенны тем, что среди нас есть такие женщины, а пристыжены тем, что мы, мужчины, далеко отстаем от них. Но если постараемся узнать, чем украшаются эти женщины, то и мы вскоре уподобимся им. Также Павел говорит, жене учить не позволяю. Он воспрещает им председательство в собраниях и поучение Самвона, но не запрещает учить словом. В противном случае, как Прескила наставляла бы Аполлоса. Помним, в Деянии апостолов есть такая история, когда Аполлос еще не знал крещения Святым Духом, проповедовал крещение покаяния Акила и Прескила. Акила — это был муж, мужчина, а Прескила — это была женщина. Написано, что Акила и Прескила наставили его, не запретили ему миссионерское служение, но поправили немножко и опять отправили. Он все понял, не сопротивлялся, и вот Прескила наставляла Аполлоса. Пишет об этом святитель Иоанн Златоуст. И апостол не сказал Мариам, которая много учила, но которая много трудилась, показывая, что помимо слова она служила и иным образом. «Женщины в то время были неустрашимее львов и разделяли с апостолами труды проповедей». Конец цитаты. Действительно, то, что пишет святитель Иоанн Златоуст, это похвала женскому служению в церкви. Также и Андроника с Юнией, о которой, я уже сказал, упоминает апостол. Вкратце, не достает нам время и формат не тот, чтобы рассказать жития святых всех перечисленных здесь, но вкратце я бы хотел сказать. Вот Епинет, например, был епископом в Каринфе. Андроник был епископом в Панонии. Стахий, святым апостолом Андреем Первозванным, поставленным первым епископом византийским. Вместе с ним святой Стахий воздвиг в Реаполе церковь, куда собиралось много верующих. Ампли, которая здесь упоминается, на римлянам 16.8, был епископом в городе Диасполе, где проповедовал Христос. Вкончался в городе Одисси, будучи умершлен еленами за свою проповедь о Христе. Урван был епископом в Македонии, принял мученическую кончину. Епископ Наркис был епископом в городе Афинов. Далее Аполлос был епископом в городах Смирны. Ареставул был епископом в Британии. После трудов и страданий скончался в Британии. И Родион был епископом в Патрах. Агав проповедовал во многих странах, многих обратил ко Христу, имел пророческий дар. Руф был епископом в городе Фивов в Греции. Асинкрит был епископом в Геркании, Малайзийской области, где много пострадало за имя Христова. Флегонт был епископом в Марафоне, городе Фракии. Ерм был епископом в Филиппоне. Патров был епископом в Неаполе. Ермий был епископом в Далмации. И так далее. То есть мы видим, что все имена, которые здесь упоминаются в Священном Писании, для людей, которые не знакомы с преданием, или отвергают святое предание, или исторический контекст церкви, мы видим, насколько это ущербно становится человеческое сознание и восприятие библейского текста. Поэтому без всякого упрека лишь всегда с такой вот любовью призываю познакомиться с этим. Те люди, которые пытаются исследовать Священное Писание, отвергая всякий исторический контекст. Смотрите, какой список. Смотрите, что говорится об этих людях. Это только кратко, кем они были. А на каждого из них церковь, святая сохранила действительно целый список того, как они трудились, что они после себя оставили. Некоторые после себя оставили еще и свитки, много чего написали. Мы это не подклеиваем к божественному откровению, их канону Священного Писания. Но для нас это очень важный материал для того, чтобы понимать то, что мы называем преданием, что и к чему они учили. Это непосредственно ученики, которые видели самих апостолов. И некоторые из них, как мы видим, были даже поставлены самими 12 апостолами. И заключает апостол Павел свое послание к римлянам следующими словами. Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. И смотрите, как он обращается и как он дорожит церковным единством и любовью во Христе. Он пишет в 17 стихе. «Умоляю вас, братья, умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». То есть какому учению? Того, что содержится в полноте определения церковных соборов и православного вероучения. Уклоняться от таких. Церковь, она не стоит и не замерла, скажем, на апостольском периоде. Есть соборы, и мы знаем, что в книге Деяниях Апостолов нет слова «Аминь». Дух Святой продолжает наставлять церковь Христову. И вот такие люди, пишет он, те, которые отклонились от учения Христова, и именно из-за них происходят расколы. У них нет, как говорит один преподаватель догматического богословия, целостного догматического осмысления. У них нет целостного догматического мировоззрения. И вот такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. И ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Действительно. Бывает, посмотришь, я ничего не говорю, и я помню, за что Каин убил Авеля, и тут нет никакой зависти, но иногда сегодня наши проповедники работают на лайки. То есть они, ой, сколько просмотров, и люди на это тоже бросаются. А послушаешь, там и ереси, там идет неточности много, но зато какой эффект, вот сказанул. Поэтому будем осторожны в этом. Будем понимать, что сказануть можно много. А вот правильно выразить учение церкви, правильно выразить то, выразить то, что мы приняли, и то, что сохранили, святое предание, это нужно над этим трудиться. Поэтому так пишут, что есть такие люди, которые красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна. Теперь он их подбадривает. «Посему и я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Помните, апостол Павел в другом месте послания Каримской церкви также говорит, «Будьте как дети, но умом будьте взрослые». Также апостол Павел, также Господь Иисус Христос говорит, «Будьте просты, как голуби, но мудры, как змеи». И здесь то же самое говорит, «просты на зло, как дети». А как дети просты на зло? Ну, дети быстро мирятся. Дети, они не злопамятные. Вот это качество ребенка, что они что-то там поругали, что-то не поделили. Какое-то время прошло, смотришь, они уже играют вместе. Взрослых так не получается. Взрослые там ищут повода, как бы там отомстить, к сожалению. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». То есть он говорит о том, что такое состояние мира зла, в котором пребывает мир, оно не вечно, в отличие от разных оккультных заблуждений, которые стирают грань между добром и злом. «Благодать, говорит Господь наш, Иисус Христа, с вами аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, Луций, Иосон и Сосипатор, сотрудники мои. Приветствует вас Господи и Терти, написавший сие послание». Мы видим, что он был секретарем апостола Павла, и о этих людях много чего можно найти для тех, кто не знаком в святом предании. «Приветствует вас Гай, странноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, со всеми вами. Аминь». Снова и снова повторю. Все любящие чтение Слова Божия, и братья и сестры, познакомьтесь с именами этих людей. Это не то, что одной беседы. Нам нужно снова сейчас начать, и еще столько же 16 бесед, вот как 16 лекций, по каждому этому имени отдельно провести. Но это немного будет другой формат, это уже будет такое изъяснение святого предания. С каждым именем, которое здесь записано, связана большая история, как образец для нам, для подражания. Как пишет апостол Павел, «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». А многие из них, этих имен, которые, большинство, которые мои были перечислены, перечисляя здесь, вернее, апостол Павел, они кончили жизнь свою мученически. Они умерли со Христом. Кровь пролили свою ради благовестия Христова. Познакомимся с ними. А мы с вами завершили послание, исследование, такое краткое исследование послания апостола Павла к римлянам. И, если Господь позволит, и будем живы, в дальнейшем продолжим изучать послание этого же апостола, но к Каримфской церкви. Спасибо, Христос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...